всем привет я сейчас ухожу месяц назад когда я еще вернулась с лесовичка случился такой курьез мы соответственно приехали пока покупались пока я перемыла там обувь всю пока постирала поток воды все время вот так вот циркулировал произошло так что сосед снизу прибежал к нам и сказал что у них видите ли течет по стене там или с потолка и у нас что-то здесь пробило в общем он говорил где-то на кухне но как мы потом выяснили выясняли два дня с молодым человеком у нас на самом деле протекла труба внизу которая соединяется сам стык соединение трубы слива именно с раковины в общую канализацию короче вот этот стык этих двух труб он протек там вот эта белая намотка я забыла как она называется она в общем уже исходала совсем и нужно было поменять ее заменить там эти трубы никак не закручиваются они просто вот одна в другую вставляется и заматывается больше вот этой белой хренью чтобы короче в общем все было плотно и держалась нормально эту проблему мы устранили мы нашли мы поняли что как потому что долго не могли понять у нас пока мы тут вели проверки много воды утекала почему-то в кухню и понятное дело где-то там могло по стенам там потечь внизу это понятно потому что воды было много как бы не по щиколотку мы не затопили никого но сам факт того что воды при пробах при всяких осмотрах наших было много но соседи не жаловались все нормально потому что мы устранили вовремя эту поломку это у нас не все время текло а именно вот случилось единоразово и вчера к нам прибегают соседи причем с нижнего вернее которые через этаж я когда принимала душ вчера а я только принимала душ и больше ничего не делала и на текло воды буквально ну вот как разбрызгивается да когда вы душ принимать меньше стакана этой воды в итоге прибегают соседи через этаж вдумайтесь говорят что у них видите ли там течет уже по стенам причем которые ниже нас этажом то есть выше этих соседей да как бы не жаловались как я узнала что это соседи через этаж я просто выходила уже из ванны слышу как тарабанят в дверь к кому-то из соседей и после этого как раз таки как тарабанили слышу шаги поднимающиеся к нам и потом звонок в дверь соответственно ну как бы это соседи которые через этаж и вот напрашивается вопрос на самом деле ли это все происходит и я просто парню сказала что в следующий раз если кто-то приходит нужно идти к ним и смотреть где у них там что течет потому что у нас здесь допустим да там был было немного воды опять же то что я говорила накапала когда я купалась как бы там не было лужи там не было затоплено у нас ванной и на кухню не текло как в прошлый раз это именно вот что-то другое значит но мы не могли понять что потому что воды во первых мало во вторых везде все вроде бы трубы сухие стыки эти все сухие короче мы не нашли откуда и что говорить можно все что угодно и слепо доверять всем тоже не нужно я лично просто в возмущении потому что теперь получается те соседи которые ниже нас и выше тех соседи которые вчера приходили жаловались получается их не заливала все нормально и они теперь посылают чуть что до к нам всех вот если у нас один раз было то теперь постоянно давайте с первого этажа к нам посылайте давайте там еще откуда-то посылайте да знаете это стереотип и знаете такой вот типа молодежь все такие тупые все такие конченые молодежь сейчас не то вот это вот начинается я не помню рассказывала или нет но когда обстояли дела вот с этим мусором на площадке про соседи которых я рассказывала когда соседи убирали этот мусор то один из соседей других каких-то разговаривал с этой соседкой которая рядом с нами да и и чей мусор был разговор был такой что сосед говорит это ваш мусор девушка говорит да это наш мусор говорит боже он так долго пролежал мы думали это мусор вот этих новеньких с вот этой вот квартиры знаете это так неприятно это так как-то гнусно и тупо вообще считать что а раз они новенькие раз они въехали недавно а еще и молодые то вообще все все беды можно теперь на них списывать просто очень неприятно и просто хочу предупредить всех будьте бдительны и соответственно посмотрим к чему это приведет история потому что уж очень напоминает ту историю о которой я рассказывала когда-то давно еще в ответах на вопросы про мою знакомую на которую подали в суд из-за того что она там кого-то где-то залила хотя на самом деле она никого не заливала поэтому посмотрим что будет дальше у нас уже который день идет дождь погодка короче шикарная я вчера когда попала в бурю так намочила свои балетки они мне еще и натерли сегодня иду в кроссовках и еле иду представьте только зашла домой и снова пошел дождь зато запах знаете такой свежий обалденный просто я люблю запах после дождя во время дождя для меня это что-то такое знаете вот слияние с природой именно пахнет природой а как краситесь вы вот что значит давно не красила глаза да переборщила я немножко со свитером не так уж все и плохо на улице дождика уже нету и очень даже хорошо на улице мне нравится что не очень холодно и свежо после дождя такой какой-то сладкий запах очень приятный шишками пахнет класс сейчас начинается то же самое что было у нас весной затяжной то холодно то тепло то жарко сейчас люди все в куртках но сегодня 27 градусов и я уже достала теплые вещи я иду сегодня в больницу за новым направлением у меня там писали по поводу того что почему бы не исправить двойку на единицу это же так легко в этом ничего такого нет это не мошенничество ничего криминального но знаете если вдруг у меня эту исправленную двойку не примут и мне все равно придется возвращаться до менять это направление то как бы ну я думаю хирург заметит кое-что и это будет не круто в общем не хочется никаких знаете скандалов упреков белка я уже утром столько дел сделала и еще куча предстоит мне сейчас нужно еще полис забрать потому что без него мне просто не дадут талон к хирургу а я вышла не не так уж и рано теперь даже не знаю успею не успею меня кстати не все поняли наверное по поводу почему же все-таки воронеж мы выбрали понятное дело парень нашел здесь работу но главное мы просто не стремились ехать в москву жить в москве мы не стремились именно в большие какие-то города мы не стремились жить круто пафосно и офигенно мы просто хотели жить там где нам понравится а жить можно где угодно главное чтобы сердце было добро все полис получим дела талончик аж на 5 часов на вторую смену сейчас пойду делать дальше свои дела интернет платить и все остальное решила зайти домой отнести это неудобно с ним лазить нужно конечно же покушать я уже все съела у меня остались здесь немножко чипсов мороженка была я у врача уже в общем сколько я к ней ходила только сейчас она мне сказала что они не дают направление должен дать невропатолог невролог а к неврологу попасть только через терапевта короче все все круто пришла в бассейн а тут закрыта по техническим причинам у нас тут со всех сторон рубят пилят весь сквер выпилили я надеюсь тут ничего строить не собираются не хотелось бы перекопали наш сквер и делают бордюр что ли будут дорогу делать что ли мы сегодня собираемся сходить в кино на фильм телохранитель киллера собираемся мы уже в кино думаем давно но решились вот сегодня мы не знали вообще на что сходить потому что куча всего выходит но все такое как кажется неинтересно чем же я сейчас занимаюсь конечно же я решаю что мне сегодня надеть хочу выглядеть для себя и для моего парня красиво сексуально пусть это даже будут вещи которые я ношу давно либо новые но очень дешевые вещи короче у меня есть два варианта я не могу решить что из этого выбрать юбка я вставлю фотографию юбка и боди вот это они очень хорошо подходят юбка и боди очень хорошо подходят юбка и боди очень хорошо сочетаются и цвета очень такие вот пастельные сейчас этот оттенок очень модный я посмотрела всякие трендовые видео о том что сейчас модно что вообще и как и купила вот этот комплект буквально вообще за копейки наверное грубо говоря может полторы тысячи потратила на это все да я заранее знала что мы пойдем в кино и для этого повода купила вот этот комплект но так как сегодня у нас 20 градусов тепла и очень сильный такой прохладный ветер я вот стала сомневаться по этому поводу да можно надеть под юбку колготки и сверху будет у меня куртка черные такие туфельки и черную сумку я хотела взять но опять же так как холодно я сомневаюсь в этом выборе мне кажется что вечером будет еще холоднее а на сеанс мы идем 22 с чем-то поэтому я уже рассматриваю вариант джинсы синие вот это боди куртка черная черный рюкзак и черные соответственно туфли туфли не на каблуке на сплошной подошве и еще к вот этому образу к вот этим двум вернее образом я хочу добавить вот такой оттенок матовой помады это офигенный цвет который очень хорошо сочетается с вот этими вот двумя оттенками и куда бы и что бы я ни надела даже если будет отдельная юбка с какой-нибудь белой футболкой неважно каким цветом будет футболка эта помада будет вообще как бы как нельзя кстати ну да ладно мне кажется мужчины уже заскучали и я вам хочу показать эти два варианта как они будут смотреться и наконец-то уже надеюсь что определюсь с выбором перемерила кучу сейчас всяких штанов и джинс и даже с завышенной талией все конечно круто но не под этот ажурный верх короче я наверное сойдусь на том что выберу юбку уууууууууу... чувак как-то холодно я сегодня помыла балкон все окна в квартире чистота ля водаааааааа мы вчера кстати сходили в кино molds Мы попали еще в зал. Кто бывал в галерее Чижова, тот знает, там есть зал номер 3, по-моему. Короче, мы были в зале, который называется Джоли, как-то так. И это комфортабельный своего рода зал. С первого по, по-моему, третий ряд идут пуфики, такие мешки, короче, на которых можно сидеть. А четвертый уже, по-моему, и пятый ряд, это идут диваны. Мы взяли билеты на диваны, и, ну, не знаю, мне понравилось, в принципе, на диване. Но не скажу, что что-то там такое особенное было, тем более, что там уже подратые диваны. Ну и по поводу фильма. Мне фильм так себе понравился. Как бы, да, до хрена экшена, все круто, все красиво, но как-то скучновато. Я вот честно не знаю почему. Там же все так круто, и много экшена. Но вот почему-то скучновато было. Временами шутки максимум 2-3, с которых я лично смеялась. Хотя я еще тот дурно смех. Поэтому, как бы, да. Я пошла на этот фильм только из-за Райана Рейнольдса. Один из любимейших актеров еще с тех времен, когда он снимался в фильме «Король вечеринок». Я его после этого фильма обожаю. Я не фанат вообще. У меня нет именно какого-то определенного актера, по которому я фанатею. Но есть такие любимчики. Больше всего я люблю... Забыла, как его зовут. Но я его люблю. Но до того, как мы пошли в кино, я принимала душ. И к нам снова вломились соседи. Ой. Честно, меня эта уже ситуация просто раздражает. Я не знаю. Они звонят. Просто, понимаете, каждый раз, как... Ну, я особенно захожу в душ. Я не знаю. Может быть, из-за того, что я включаю сильно напор, у нас там что-то где-то протекает. Вчера мы снова это все выясняли. Парень сходил вниз туда, спустился, посмотрел, что как, к чему у них там. У них вообще течет на кухне. А у нас течет ванная. Как это вообще совмещено, я не знаю. Не могу даже просто представить. Поэтому мы в замешательстве. Мы у себя ничего не нашли. Мы нашли только то, что у нас с-под плитки именно капает. Но как? У нас там ничего нет. Никаких труб. Мы, конечно же, будем выяснять. Потому что это не дело. Каждый раз, как я захожу в ванну, я только намочусь. И сразу звонки. Вот такие вот стуки, блин, в двери. К нам все время кто-то щемится. Это не очень приятно. Так как реагируют соседи, даже на то, что парень сказал, можно я посмотрю, что у вас там и где там капает. Такое скептическое отношение. Типа мы посчитали, что они якобы врут. Ну нет, нам знать нужно, откуда капает, чтобы хотя бы у себя что-то посмотреть. Что-то узнать, где, как, откуда. Тем более, что это соседи были через этаж. А те, которые ниже нас и выше этих соседей, у них все окей. Странно, да? Не кажется? И так далее. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok